Приветствую вас, Екатерина. Вопрос, точнее два вопроса. Наконец в подавленном состоянии человек чувствует желание зацепиться за прошлое, за человека, который ее оживлял. От общения с которым у нее чувство радости и она была счастлива. Человек пишет, что когда начинают только сцепляться и пытаться вернуть то, что было, то даю обращение в себе в голове нечто новое, иллюзорно красивое, которое поможет мне снова засиять. Зачем сцепляться в состоянии пустоты и заброшенного, причем за конвертного человека? При этом я не осуял желание вернуть, просто как будто навешиваться это сделать, просто что-то требует изнутри. Хотя прямо такого хотения тоже нет. Это первый аспект, а второй вопрос это отсутствие эмпатии по отношению к своей сестре. Отсутствие к ней чувств. Наличие чувства вины. И как-то вот Екатерина пишет, что мне кажется я была объективной, помимо своего отца, который был очень объективным, но сейчас стал лучше. Вот. То есть так вот, на ходом, в данном случае, автор запрагивает и тему своего отца. Ну, в целом, неких таких вот не совсем позитивных отношений. Значит, по поводу первого вопроса. На мой взгляд, все довольно-таки очевидно. Вы находитесь в депрессивном состоянии. Что такое депрессивное состояние? Это состояние, когда человек себя, собственно говоря, подавляет. То есть, вот, вы сами себя подавляете. Сами, ну, в данном случае, запрещаете себе что-то чувствовать и ощущать. И ощущать, вот, скорее всего, вы сдерживаете какие-то чувства, которые вам кажется, ну, запретными, которых, как вам кажется, быть не должно. Ну, они все равно есть, вот. И вполне вероятно, что это состояние возникает как раз, когда вы пытаетесь их сдержать. Вот. Это первое. Что мне бы, наверное, наверное, хотелось бы отметить. Второе, что мне хотелось бы отметить. Это то, что вы, как вот говорите, да, цепляетесь. Вы цепляетесь за что-то в прошлом. И, на мой взгляд, на мой взгляд, вот, то, что вы цепляетесь за что-то в прошлом, это отражение ваших, так скажем, чувств позитивных. То есть это некая ваша какая-то способность или потребность, или желание любить. Некое ваше чувство, способность, потребность что-то чувствовать, что-то реализовывать. Но, во-первых, она у вас привязана к человеку, потому что, очевидно, вы не привыкли доверять себе, и вам нужен человек, чтобы сделать его человека, так сказать, предметом ваших чувств. То есть вам нужно ваши чувства опредметить, пока вы их не оприметили, вам довольно сложно их переживать. На себя вы направить их не можете, опять же, из-за чувства вины, вероятно. Вот, соответственно, таков механизм, мне кажется, первого аспекта. Что касается второго аспекта, то здесь, на мой взгляд, все довольно-таки очевидно. У вас чувство вины по отношению к сестре. Вот, чувство вины достаточно хорошо, эффективно, быстро. Блокирует любые проявления любви, любые проявления тепла, любые проявления заботы, любые проявления эмоций, что угодно. Чувство вины очень эффективно в этом плане. Вот. И как бы возникает вопрос, а почему это чувство вообще у вас появилось? То есть, вы ведь, например, пытались для своей, допустим, сестры сделать что-то хорошее, что-то позитивное. Вы хотели ей помочь, вы хотели ее воспитать, как вы говорите. У вас не получилось, потому что, ну, это не так вообще-то легко сделать. Я имею в виду воспитывать человека, да, воспитывать ребенка, я так полагаю, что речь идет о нем. Вот. И, на мой взгляд, это очень важный момент, как бы. То есть, вы пытались, у вас не получилось, вы себя вините. Вот. Вы себя винили, а у вас не получилось по нескольким причинам. Во-первых, потому что никто не идеален. И все люди совершают ошибки, даже если бы у вас было в семье все в порядке, вот, даже если бы у вас с папой все было хорошо, все равно, на мой взгляд, вы бы какие-то ошибки бы все равно совершали. Ну, потому что в воспитании детей их, эти ошибки совершают вообще все. Это нормально. Вот. Но вы себе не доверяете. Вот. Вы к своим чувствам не прислушиваетесь и, как результат, пытаетесь жить, ну, как бы, как бы так сказать, пытаетесь жить рационально. А рациональная жизнь, это история про, я бы сказал, требования к себе, в первую очередь. Это рациональная жизнь. То есть, рационально вы от себя требуете быть какой-то. Рационально. Рационально вы предъявляете к себе требования, которым вряд ли, ну, вот, можете соответствовать. Рационально. То есть, требования у вас к себе, как бы, да, заведомо, получается завышены. И все, и все, и все, и вот, как бы, вы оказываетесь в подобной ситуации. Совершенно, в кавычках, неожиданно для себя. Ну, на самом деле, вполне логично, вы оказываетесь в этом, ну, в этом, в таком состоянии. На самом деле, вполне логично. Логично. Вы, как бы, ну, переживаете подобное. Вот такой аспект, на мой взгляд, имеет место быть у вас. Да? Как-то так. Что касается папы, то и в целом, я бы сказал, что вы свои чувства сдерживаете, поскольку, ну, агрессивное поведение, вот, там, тех же родителей, к примеру, это, вот, как раз, больше, про, ну, заталкивание в себя чувств, вот. И, вы сдерживаете злость, вы сдерживаете, вы сдерживаете агрессию, которая, так же, вероятно, у вас имеется вот это, вы сдерживаете, и, в итоге, просто не способны, оказываетесь, чувствовать, вот, то, что он чувствует. То, что хотите, ага, чувствовать, к своим близким людям, к своей сестре, например. Вот. Поэтому, признать свою неидеальность, неидеальность своих чувств, научиться прислушиваться к ним, выражать их, вербализовывать, проговаривать. Это то, что нужно. Вот. Ну, и по вашим описаниям, я бы сказал, что вы несколько центрировано, акцентрировано уходите в свою внутреннюю жизнь, в свой внутренний мир, вот, при этом игнорируя внешний мир. И, ну, в какой-то момент, вполне вероятно, вы чувствуете себя оторваны от мира внешнего, вот. В прошлом лучше, в прошлом, ну, счастливее, да, как-то спокойнее. Это позиция говорит, скорее всего, о том, что в своей жизни, в настоящий момент, вы недовольны и не распоряжаетесь, не направляете её. То есть, понятно, что никто из нас в нашей своей жизни довольны быть не может полностью, но вы свою жизнь не руководите. Она вам не интересна. А если вам хочется, вы спокойно так подавляете, берёте и подавляете. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.